Любовь это казна счастья. Чем больше она дает, тем больше получает. Вот таким вот поставленным красивым голосом гость может позволить себе вещать со сцены. Сегодня у нас в гостях актер Амурского областного театра драмы, заслуженный артист России Роберт Салахов. Здравствуйте, Роберт. Здравствуйте, ребята, здравствуйте жители Амурской области, жители города Благовещенск. Мы сегодня, Роберт, говорим про любовь. Замечательно, замечательно. Хорошая тема. Конечно, потому что, как сказал один из древних, любовь это единственное оправдание нашей жизни. Замечательно сказал. Оправдание. И ты же с утра вот такие вещи вспоминаешь. Проснулся, ни свет, ни заря, и тебе раз сразу вот мысли умных людей. Ну, ты видишь, это моя работа, тут как бы много чего, тем более заслуженный артист, там что-то уже отложилось. Что-то там сохранилось. Супруге своей с утра прям какие-то успеваешь сказать слова любви? Или все-таки она еще спит, а ты уже... Она еще спит, я ее поцеловал, и я думаю, что это тоже проявление любви, наверное, наиболее яркое, чем слова, когда это происходит через действие. Роберт, у нас нашим телезрителям предложен интерактив, к которому я еще раз вас всех обращаю внимание. Можно обратиться и звонить нам поактивнее. Любовь это? И три варианта ответа. Счастье, мука или миф? А я думаю, что это все вместе. И счастье, и мука, и миф. Потому что любовь это наиболее яркое чувство, где смешано очень много красок. Нельзя сказать, что это для кого-то это, наверное, мука, для кого-то это, наверное, счастье. Кто-то думает, что этого нет. Но в процессе влюбленности любой человек проходит все это через определенные стадии. Через муку. Нет, вначале, наверное, все-таки в некое отрицание любви. Потом через муку, потом через счастье. И дай Бог, чтобы не произошел обратный такой же регресс. То есть после счастья, чтобы не наступила мука, и чтобы это не превратилось в миф. Вот, наверное, это такой вот секрет. Простой секрет. Счастье. Это все нормально. Как и в природе. Происходит весна, хотя она у нас в этот день не очень сегодня наступает. Главное, чтобы все семейные ссоры. Да, потом лето жаркое, осень, зима. А потом обратно весна. И это вот такая энергетическая сущность по цикличности, я думаю, да. Я бы тоже зиму вычеркнул бы. И тогда у всех была бы весна, и у всех было бы хорошее настроение. Ну, как это? А куда же потом? Как же потом в земле? Это же все вода, почва. Ну, как бы это нормально. Эх, ладно. Закон вселенной. А природе чуть попозже, а любви прямо сейчас. Кстати, вот играть, Роберт, у вас и амплуа, такой герой-любовник, как бы на сцене. Играть весной лучше, легче, потому что и сам гормон играет, и там еще внутри какой-то штуки. Или все-таки это неприменительно к временам года? Ну, мы как профессионалы должны работать в любое время года, даже в любое время суток, я бы даже сказал. Но весеннее – это рифы немножко пониже, потому что директор говорит, вам и так легко играть в любовь. Ну, весной, конечно, легче, потому что театр – это дело коллективное, и когда ты видишь, как загораются глазки у твоих партнеров, все равно приходит весеннее настроение, кстати, вот шел к вам и с удовольствием послушал, как поют птички. Ведь вот весна – это все-таки не только настроение твое, но это настроение всей природы. Когда и ветерочек, и когда обыстряются запахи, обыстряется слух твой. Птички поют, это же замечательно. Это просто, Роберт, вы не знаете птичьего языка. Они говорят, да что за весна только, да когда же она уже начнется. Да это они нецензурно выражаются. Я бы перевел, что они говорят, но сейчас штраф за использование. Это правильно, это правильно. Вот насчет штрафов – это правильно, потому что мы слишком стали злоупотреблять такими бросовыми словами. Есть великий русский могучий язык. Кстати, я думаю, что со мной очень многие мужчины согласятся, а женщины возьмут себе на заметку. Вот использование не нормативной лексики, вот это один из таких мощных средств по убиванию любого-любованного настроения, тем более весеннего, у мужчины. Ну, я, по крайней мере, говорю за себя. Меня вот не возбуждают. Можно иногда просто пройти по районам удаленным, там ПП, Тайвань, не будем там. Машка, ты такая, пип-пири-пип-пип, и в принципе Машка расцветает, потому что других способов она ее не ожидала. Но в целом все отлично и хорошо. Это очень специфично. На сцене. Насколько это тяжело? Вырабатывается ли свой секрет вот этой игры в любовь на сцене с годами у актера? И самое страшное, а может быть, нет ли эмоционального выгорания? Любишь-любишь, любишь-любишь, а домой приходишь... К сотому спектаклю. Все, уже никак, уже, дорогая, прости. Все, сегодня я оттого. Все, ничего не знаю. Любовь осталась на сцене. Но любовь, она ведь тоже делится, я сейчас говорю, как с точки зрения такой производственной практики, скажем так. Она тоже делится на определенные критерии. Неразделенная любовь. Любовь взаимная. Любовь ожидаемая. Любовь ревностная. В разных спектаклях она разная. В разных спектаклях она разная. Поэтому, и потом, любовь, если мы опять же говорим о том, как ее преподнести для зрителя, она ведь тоже необходима, чтобы твой партнер при этом выполнял свою производственную задачу. Вы уж извините, что я говорю так, кстати, такими, скажем так, заводскими терминами по этому поводу. Но это так оно и есть. Тяжело ли? Все зависит от времени подготовки, от режиссера, от твоей партнерши. Хотя, конечно, бывает, что вот взгляд в взгляд. Я просто знаю такие случаи у моих коллег. Моих коллег. Да правильно, надо сразу говорить у одного моего друга. Были проблемы, а так сейчас все нормально. А сейчас все нормально. Бывает, что происходят производственные романы, влюбляются, создаются семьи. Потому что, ну, это... И вот именно театральная любовь, она очень сложная. Если говорить о любви, как, ну, самая распространенная, это двойка, тройка. Ну, я имею в виду, любовный треугольник. А в театре, наверное, это еще происходит четверка, когда... Ты режиссер? Ты... Нет, нет, режиссер это... Не спрашивая, входит в кадр. Олег, в режиссера надо сразу влюбляться. Иначе просто не получится весь процесс, понимаешь? Какой бы ты ни был режиссер. Закрывать глаза и влюбляться, даже не глядя. Вопрос не в этом. Вопрос, что возникает очень такая сюрреалистическая ситуация, когда не ты же любишь свою партнершу, а любит, получается, твой герой. И причем он любит не твою партнершу, как там Маша Иванова, из твоего творческого цеха, а именно как героиню. И вот здесь вот очень интересно. Герой, которого ты представляешь, любит героиню, которого она представляет. А если еще при этом происходит еще какое-то чувство, это, наверное, так это где-то там сверху очень странно на это смотрится. Я так и представляю, то есть после каждого спектакля, после каждой репетиции надо вот так вот молнией снять, вот этот костюм положить рядом. Потому что, ну, а как, с этим же надо же потом и жить. Вы же не сразу выходите из образа. Да. Шаг со сцены, все, извини, я тебя не люблю. Все, извини, до свидания. Ну, иногда и так происходит. Это все очень индивидуально. Хорошо, если, например, девушка курит, для этого есть театральная курилка, когда все так сбрасывают, курят. Да, сегодня я там что-то как-то, да, 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 да. Ну, как бы это тоже определенного рода сброс. Ну, в любом случае, это производство, к сожалению, я должен в этом... Конечно, это, конечно, великое чудо, сам театр, когда зарождается эмоция, зарождается энергия, зарождается настоящее, если чувство, когда слеза течет, когда зритель плачет, смеется, рукопречет. Это все замечательно. Спасибо вам большое насчет героя-любовника, потому что я как-то потихонечку уже отхожу от данного амплуа. Я думаю, уже давно отхожу. Я не часто бываю в театре, извините меня. Я не часто бываю любовником, опасно, вот так. Творчество, о котором сейчас рассказывает Роберт, можно влюбиться с первого взгляда. Как, собственно, можно влюбиться с первого взгляда и в своего будущего мужа или в свою будущую супругу? Бывает ли такая любовь с первого взгляда? С таким вопросом мы обратились к жителям Преамурья. Вот какие ответы мы получили. Встретить красивого мальчика, и можно влюбиться сразу в него, потому что он красивый, это называется любовь с первого взгляда. Конечно, потому что есть. Но не бывает. Ну, потому что у меня с мужем так. Мород когда-то был, да. Ну сейчас как-то это прошло все, уже годах. Раньше вроде бы. Как не может быть любовь с первого взгляда? У меня любовь с первого взгляда. Да, сначала это скрывается и кажется, что стеснительно, но хочешь сказать, но не можешь. Ну а потом это он все равно узнает. Девушки отдыхают. Проходила в 1981 году. Вот бы такую свадьбу провести и быть ведущим на такой свадьбе, думает сейчас Илья. И гость нашей студии Роберт Салахов, заслуженный артист России, актер театра драмы. Да, я, кстати, его самое первое просто подумал, боже мой, сколько же он срубил. Я почему об этом спросил. Как сейчас молодые актеры относятся к тому, чтобы где-то на стороне подработать? Провести корпоратив, свадьбу. Насколько это востребовано? На рынке Благовещенской это очень востребовано. Ну, вы все знаете, что по осени у нас Благовещенский, слава богу, идет такая хорошая компания. По свадьбам очень многие справляют, женятся. Это хорошо, потому что демография улучшается. Влюбленных становится больше. Официально влюбленных, по крайней мере, это приятно. Молодые актеры, но они тоже разные. Вы знаете, в большинстве своем, конечно же, не очень. Вот не очень. Как-то они избегают этого. Я понимаю, что сложно, наверное, и так далее. Ну, вот как-то так вот. Ну, вот исходя из своего собственного опыта, Роберт, не считаешь ли ты, не считаете ли вы, давай так скажем, что все-таки вот это большой опыт для любого начинающего актера? Безусловно. Надо вот прям головой гунаться подобные перспективы. Безусловно. Помимо речевого тренинга, что как бы само собой подразумевает, еще при этом тренинг импровизационный, когда надо быстренько сориентироваться, быстренько преподнести свое весеннее настроение, даже если свадьба проходит зимой. Вот. Это все-таки некое подспорье для молодого артиста, конечно. Я думаю, что в любом случае для любого жителя Благовещенска было бы радостно, если бы на его свадьбе все-таки работал мужчина-тамада. Ведь все-таки тамада – это мужская профессия. Слышишь, хорошо. Вот прям спасибо вам большое. Ну, слово «тамада». Дорогие ребята, понимаете, вот все, мужчина-тамада, мужчина-ведущий. Все, вы записывайте телефон, он будет сразу после того, как. А мы прямо сейчас продолжаем и коснемся уже непосредственно профессиональной деятельности, потому что все-таки непосредственно в театре сегодня, ну, можно сказать, стартует, начинает свой производственный процесс шикарный спектакль «Лес». Вот немножечко о нем. Да, в 6 часов именно сегодня будет «Лес». Это пьеса Островского, и спектакль назван именно по пьесе Островского. Это классика наша, русская театральная классика. Очень приятно, что амурский театр все-таки находит силы и желание, самое главное, ставить в каждом сезоне по русской классике «Лес». Ну, кстати, там тоже присутствуют очень такие любовные перипетии, перипетии, вернее, да? Треугольники. Там и треугольники, там и квадраты. Островский, он тем и славится, что он умеет очень тонко выписывать кружева драматического действия, поэтому для влюбленных, я думаю, причем для влюбленных всех возрастов будет интересно, они смогут найти какие-то аналогии со своей жизнью или жизнью своих знакомых и друзей. А вы кого играете? Я играю актера несчастливцева, понимаете, в чем дело? Ай-яй-яй-яй. Значит, роль соответствует фамилии? Ну, вы посмотрите на меня. Ну, какой я счастливый человек, если я в 8 утра сижу у вас тут на интервью. А поднять пришлось. Все так с Островского и пошло. Вот эти все народные поговорки в лесу о женщинах, с женщинами, о лесе. Ну, давайте все-таки, может быть, пригласим мы как-то жителей города Благовещения, в театр на сегодняшний день. Обязательно, с огромным удовольствием. Пользуясь случаем, я думаю, что директор театра оценит мой бескорыстный порыв в этом плане. Обязательно, дорогие друзья, приходите на лес. Если мы уже говорим о весне, говорим об объяснениях в любви, я думаю, что театр – это самое уникальное место. Не только, чтобы встретить свою вторую половинку, потому что в театр приходят красиво одетые женщины, элегантные, по крайней мере, побритые, свежие мужчины, но еще присутствует знаменитый театральный буфет, что немаловажно. И мало кто знает, что в нашем театральном буфете можно сделать приятный сюрприз для своей второй половины. Например, прийти заранее, заказать небольшой столик, прийти туда в антракте в знаменитом и что-то красивенько преподнести. Я думаю, что работники буфета с радостью отынутся на ваши предложения, на ваши просьбы, могут сохранить букет цветов, зажечь свечи. Я думаю, что это очень романтично. Прийти на пьесу про любовь, где-нибудь в антракте признаться и выпить бокальчик шампанского со слезами радости и любовного умиления. Прильнуть друг к другу, досмотреть хороший стакль про любовь. А какие там бутерброды? Это вот отдельно от меня. Спасибо большое. А какие там артисты? Приходите, приходите. Мало кто знает, но театральный буфет помог создаться не одной паре сели в Благовещенске. Вот, собственно, я думаю, на этой ноте мы и попрощаемся с заслуженным артистом России, актером Амурского областного театра драмы Робертом Салаховым. Огромное спасибо. Спасибо вам, ребята. Хорошее любовное настроение. Любви, любви, любви. И больше ничего. Главное верить, любить. И все будет хорошо. Все будет хорошо. С добрым утром.